Весной ребята из клуба «Мечта» в рамках весенней недели добра делали для бойцов СВО сухие души. После этого Ольга Гришина, Полина Шаркова и Анастасия Кучерова придумали проект «Недетская помощь для победы». Его они отправили на всероссийский конкурс «Росмолодёжь. Гранты». Инициатива саровчан стала победителем и получила финансирование для реализации. Суть проекта – плести маскировочные сети для военнослужащих СВО на базе Центра внешкольной работы. Мы хотим привлечь к этой деятельности, к реализации нашего проекта свободно посещающих клуб ребят. То есть территория свободного посещения – это игротеки, находящиеся в четырёх клубах нашего города. Это клуб «Мечта», клуб «Восход», «Здоровье» и «Чайка». Вот на базе этих клубов будет реализовываться сам проект. Для педагогов и ребят мастер-класс по плетению маскировочных сетей проведёт творческое объединение своим волонтёрского движения «Золотые руки ангела». Сейчас уже закупают необходимые материалы, оборудование, собирают команду волонтёров. Сервис «Росмолодёжь. Гранты» – уникальный шанс для молодых людей воплотить свои идеи и социальные инициативы в реальность. Поддержку могут получить проекты различной направленности. Творческие студии и театры, профориентационные инициативы для школьников, создание доступной среды для лиц с ОВЗ, разработка туристических маршрутов, подкастов и многое другое. На данный момент идёт второй сезон «Росмолодёжь. Гранты». Он идёт с 20 августа по 24 сентября. Идёт приём заявок. Конкурс идёт практически весь год. И он разделён на первый сезон, на микрогранты, на второй сезон и сезон для вузов, СУЗов и для НКО. На портале «Росмолодёжи» есть обучающие программы для тех, кто хочет научиться правильно и грамотно оформлять проект. Кроме этого, в Сарове Департамент по делам молодёжи и спорта также активно вовлекает молодых саровчан в проектную деятельность. Почерпнуть знания и вдохновение можно на профильных сменах, конкурсах, акселерационных программах, в общении с экспертами «Росмолодёжи». После того, как мы проводим полностью акселератор, мы стараемся давать возможность нашим ребятам получать экспертную оценку в качестве индивидуальной формы. Это называется индивидуальное сопровождение проекта экспертом. Помимо того, что это делаем мы, это делают ещё и всероссийские эксперты, так что и нижегородцы. В первом сезоне помимо проекта «Недетская помощь для Победы» финансовую поддержку получили ещё два проекта саровчан – фестиваль истории и культуры мордовского и русского народов «Вместе Россия» и Центр живой истории «Стрелецкая слобода». В «Росмолодёжь» гранты могут участвовать люди от 14 до 35 лет, как физические лица, так и некоммерческие организации. На инициативы выделяют финансирование до 1 миллиона рублей. Приём заявок заканчивается 24 сентября. Регистрация на портале «Молодёжь России». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.